Мудренькая проблема бывает, когда незагильзовый дымоход под твердотопливные котлы. Эта шахта, она полностью вся. Та же конденсат вышла наружу, потому что кирпич перестал ее впитывать. И вот такая вот красота по всей длине. Внутри строительства и проектирования дома загильзовка обязательно должна быть. Без нее никак. И с обратной стороны. И с обратной стороны, видите. Все исправляется, будем загильзовывать. Смотрим. Ну вот шахта. Сейчас будем ее вскрывать. Вниз, если надо, простравимся. Утроник под прочистку. И все, и до самого верха пойдем, чтобы течи никаких не было. Потому что, видите, это первый этаж, что мы будем. В первом этаже, когда, видите, котичка делась. Даже сюда дошел. И все это шло через второй этаж вниз, в самом верх. Очередное гильзование дымохода. Сейчас мы находимся на крыше. Внизу я вам показывал на этом объекте, как кирпичная кладка заплакала. Сейчас вам покажу, если не проходить с грибком, что происходит у нас на крыше. С профильным элементом. Видите, вот это все потеки. Ржавчина пошла. С верхнего слоя он полностью слез. Здесь еще. Погода нету. Вот это дело времени. Вот так он плачет. Плачет. Пошли вот. Струйки, струйки, струйки. До низа. Ну и все это, конечно, внизу остается. Кровильные элементы. Они просто выходят из строя. Теряют свой внешний вид. А это очень плохо и некрасиво. Рано или поздно будете меня прощать больше, чем пройдя через общий грибок. Выпустив дым наружу. И забыть про все. Плюс здесь, когда загорала сажа, так как есть еще вентиляционный канал. Тот канал, который должен использоваться под вытяжку для котельной. Туда заходили искры. А это уже пожароопасно. На том, что получилось, снизу стоит прочесной карман и выход 200 диаметра стены. И наверху мы оставили такой вот задушкой тройник, для того, чтобы в дальнейшем можно было подключиться к для газового котла. В нержавейке стоит кислота. Предусмотрели сразу, чтобы в дальнейшем проблем не было. Вот здесь по трубам. Какая-то вещь у нас садится. Все, такой переход. Шнурь керамический в снотренней части, чтобы не подыгрывала. Снизу ревизия. И дал пластиковый выход под трубу. И сборник. Овальные 120-230. Полностью герметично проварены. Чтобы нельзя конденсат не ретикал. Решил доснять видео. Вот так выглядит законченная работа. Снизу сборник. Заглушка для прочистки. И вставка в овальную трубу 200 диаметра. И переход с прямоугольника на округ. Ни в коем случае не ставьте на вот эти вот котлы. Тесом у всех производителей. Выход 150. Он нерабочий. Увеличивайте. 180 минимума. Лучше 200. И экран закрыли для того, чтобы... Ну, плиточка подойти. Отделать вот в дальнейшем. И верхний экран напоминает, что там стоит тройник для подключения газового котла. Вся нержавейка использовалась в 304 марке. В дальнейшем возможно при использовании подключения газового котла. По нормам это запрещено. Но все мы люди находились в компромиссе. Поэтому было согласовано, что... Либо газ, либо твердотопливо. Поэтому, когда газ подведут, твердотопливо закроют. Все. Работаем. Это был Дмитрий Михайлов. Подписывайтесь на мой канал. Заказывайте у меня монтаж дымохода. Субтитры сделал DimaTorzok